В Магнитогорске продолжает работу проект «Летние парки-магнитки». По пятницам, субботам и воскресеньям с 16 до 20 часов представители различных творческих и спортивных организаций выходят в парки и скверы города с программами, выставками и ярмарками. В один из выходных небольшой культурный променад совершил и наш корреспондент. Поделится впечатлениями Елена Ткач. Жаркий субботний вечер и в парке Лермонтово немноголюдно. Дети на игровых площадках, бабушки, живущие по соседству, вот и вся аудитория. А в центре круга декламаторы читают стихи, звучит живая гитарная музыка, их сменяют публицисты, актеры. Очередной литературно-театральный вечер в разгаре. Образовалась какая-то своя маленькая вселенная. Вот они так сидят, а мы тут тоже полукругом, и тут полукруг. Это форма-то вселенская, сферическая. И вот происходит вот это вот говорение, вот эта вот попытка что-то вот услышать, познать, увидеть. Второй месяц существует проект «Летние парки Магнитогорска», который возник по инициативе городской администрации. Основная идея программы – вдохнуть творческую жизнь в скверы и парки, которых в городе становится больше. Сейчас в «Магнитке» их около десяти. Начать решили с четырех самых популярных. Это парк «Увечного огня», скверы имени Бориса Ручьева, Металлургов и Лермонтова. Анимационные программы, вечера романсы, встречи с интересными людьми, мастер-классы, выставки – все это уже есть. Но зрителей по-прежнему мало. Возникает вопрос, как вернуть горожан в парке. Говорить надо, встречаться, вот так надо встречаться и говорить, встречаться и говорить. Вот общаться, вот эту музыку слушать. Оказывается, мы к этому способны. В городском саду играет духовой оркестр. Как в песне, так и в жизни. Дважды в неделю плыли светлыми летними вечерами над «Магниткой» знакомые любимые мелодии. В советское время различные духовые оркестры и музыканты собирали огромную аудиторию слушателей и зрителей в парках. На площадях и улицах как больших городов, так и небольших поселков. На эти концерты не надо было покупать билеты. Музыканты играли для людей просто так. Когда я была маленькая, в парке играл духовой оркестр. В том левобережном парке. И люди танцевали, и люди не думали о том, что днем не нужно танцевать. Со временем это все ушло. И вот то, что сейчас это возрождается, это шикарно, это здорово. Люди привыкнут, и тогда сюда потянется народ. Спортивная площадка для игр, шахматы и шашки в парке у Вечного огня, ретро-вечер в сквере металлургов, уличные представления театра «Куклы и актеры Буратино» в сквере имени Бориса Ручьева. Везде интересные программы. Лето – это та самая пора, которая создана для встреч, задушевных бесед, музыки и красивых стихов. Горожане, в наших силах поддержать замечательный проект и придать ему силы. Приходите в выходные в скверы и парки, и ваши вечера станут по-настоящему атмосферными. Елена Ткач, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.